Отец Валериан, спасибо вам большое за такую уникальную возможность встретиться с вами, задать вопросы, поговорить о насущных проблемах, которые волнуют очень много людей. И сегодня хотелось бы поговорить с вами о прощении обета, ведь каждый из нас сталкивается с этой проблемой, с этой темой ежедневно. Вообще, что такое прощение, почему оно так важно для нас? Что такое прощение, это когда то, в чем просят прощения, человек раскаивается, а тот, кто прощает, забывает навсегда. И не напоминает ни о чем больше другого. Навсегда, значит, все. Поэтому, поскольку мы все невольно согрешаем в разной степени, поэтому сам Господь дал нам пример молитвы, который включил именно о ставленном долге наших, уже и мы оставляем должником нашим. Поэтому, собственно говоря, вот это ведь и есть по-настоящему самое главное, что проповедует Евангелие. С чего начал свою проповедь Иоанн Павел Теевич? Покайтесь. С чего начал свою проповедь сам Господь? Покайтесь. С каким напутствием Господь послал апостолов на проповедь? Проповедуйте Евангелие покаяние и отпущение грехов в всех языцах. В Евангелии это прямо так и сказано. Если отпустите каждый из вас ближнему своему согрешению его, и Отец ваш Небесный отпустит вам согрешение ваше, то есть простит вам согрешение ваше. Батюшка, а как может сказаться на жизни человека вот такое непрощение обид? Какое непрощение обид? Вы уже сказали, что Господь... Да, вот, собственно, это и есть. То есть все мы, опять же, возвращаясь к тому, что, как бы, это один Бог без греха. Человек к чем согрешает? Если ты напоминаешь или помнишь грехи, то ты таким образом себе уготавляешь воспоминания о своих грехах. Вот есть замечательные такие изречения еще древности. Это люди чувствуют во все времена. Это закон духовной благодарности и неблагодарности, что поисеешь, пожнешь, как вот, знаешь, оно заключается в том, что, как сказано, если ты сделал кому-то доброе дело, забудь это, а тебе, кто сделал доброе дело, запомни это. Можно было бы по этому образу еще так сказать, ты кого обидел, запомни это, а тебя, кто обидел, забудь это. Это очень ключевая вещь, отец Валериан, а если не, вот именно на фоне этого вырастает чувство вины, когда человек начинает помнить то, что он сделал, кого-то обидел или изменил, совершил предательство или просто обидел, и не может никак это забыть, ходит и причащается вроде как, но это не отпускает, не может он это из себя жить. Как быть в этой ситуации? Молиться. Молиться, собственно говоря, то, что вот вы сказали, оно, мы каждый раз ведь, покаянный псалом, все мы знаем, помимо меня Божиим. И к беззакониям я знаю, и грех ему предану есть выну, то есть всегда. И когда это чувство у человека имеется в душе, значит, Господь для чего-то его оставляет. Или же еще нужно каяться, или сколько каяться, как в этом. Или же, а вот тут есть другой момент. Есть такой примент, когда один так вот искренне каялся, и так все, и все, и умучило это. Когда святая отца с остальным молиться, говорит, Господи, ну он так просит, ну прости его, Господи, я его давно простил, но это ему нужно, потому что, чтобы не забывался человек. Ведь у нас вот сейчас очень часто приходят в церковь, но не успев даже еще и встать на стюзю такой правильной жизни, начинают других судить, осуждать там, раздражаться кого-то, требовать. Вот как раз забывая о своем состоянии, что грешные, почему? Потому что вот это распространенное явление, печальное сейчас явление, люди так приходят и считают, что вот если он исповедовался, то есть назвал как грехи, все уже, все, значит, у него прощено. Нет, это еще нет. Вот тут вопрос особый. Когда духовники, когда я был в Совет Духовников Епархии, как собрались и говорили, кто-то сказал очень хорошо. Я говорю, прощаю Господь, а я не прощаю. Потому что Господь видит распространение сердца и видит будущее жизни человека. И если он искренне, да, Господь прощает, но если в дальнейшем он забудет об этом, что он сделал, и начнет опять грешить, то может ему оставить пока, чтобы он чувствовал себя грешным. Свидетель Игнатий Бринчаинов говорил в свое время. В одном не ошибешься – считать себя грешным. Вот это очень важно, потому что на самом деле отец Сергий Мечов, тоже священный мученик, он считал, что важнейшей, считается вещью, так сказать, духовной жизни важнейшей, является именно стержание покаянного чувства, постоянного. Помните, Иисус Великий. Уже лицо его просвещается, так что они могут смотреть на него. Братья говорят, неужели ты боишься смерти? Он говорит, не знаю, положил ли я начало покаяния. Если такие великие святые так держались за это, то нам тем более это необходимо. Ведь вся беда в том, что у нас сейчас занимался народ, церковь, священство, но по канонам, как говорил святец Кирилл, Павлов, многих нельзя допускать. До причастия или до священства? И до того, и до другого. Но, имея в виду билосердие Божие, как сказал все время отец Тихон Агриков, нет людей недостойных при чечении. Все достойны, потому что все равно все недостойны. Но если бы люди, которые приходили, они бы хоть помнили, что они-то грешные, и эти чувства все время с собой имели в себе. Кстати, в этом отношении очень важный момент такой вот, который мне сказала одна наша прихожанка Царства Небесной. Она 30 лет была парторгом. В душе-то она была в веру, конечно, но так вот. Потом она ухаживала за отцом Тихоном Пелихом, который старчик у нас похоронен. Ему она помогала, если. И вдруг она мне выдает, говорит, я говорю, где уж она считала, что Господь допускает священников, хотя бы им не полагалось бы даже по их жизни, для этого самого грешных, потому чтобы они были более милостыны грешникам. Вот, продолжая этот разговор, хотелось бы спросить вас, как быть, вы рассказали про чувство вины и природу возникновения возможного твоего чувства, а как быть, если человек по отношению к другому человеку сделал, ну, казалось бы, непростительный поступок? Это может быть обида, это может быть воровство, это может быть предательство. Все что угодно может быть. И как в данной ситуации простить этого человека и простить его в сердце? Как тоже только молиться, но как все-таки вообще... Ну, вообще-то, видите, есть такое выражение, сердцу не прикажешь, сердце не заставишь, можно стараться, то, знаете, опять же, все-таки, прежде всего молиться, но от себя стараться не думать об этом. Очень важно, потому что не думать о той обиде, о той обиде, Дмитрия Ростовского, такое поучение, когда приходит один человек, слышит, у другого случилось несчастье, он пришел его новостить, и тот говорит, я рад, что ты пришел. А тот говорит, а что у тебя случилось-то? Он говорит, знаешь что? Я рад, что ты пришел, ну, лучше я не буду тебе рассказывать. Я начну все заново переживать, ищу кого-то осуждать. Лучше мне что-нибудь расскажи, утешение, а это уж я не буду. То есть вот этот момент, потому что, когда мы часто перескажем кому-то, делимся, мы опять бередим старую рану, прошло и все. Грех – это не бытие. И он уже прошел, и уже нет. Есть такой пример у святых отцов. Один человек вышел и впал в грех. Потом вернулся в свое жилище, и сказал, да, все, нет, ничего нету, как бы ничего не было, и стал дальше трудиться, забыв об этом. И было открыто, что он впал в грех и победил его. Даже так. Кстати, когда Господь прощает грех, то изглаждается память его. Из памяти изглашается это. Из памяти человека? Да. Вы очень так интересно рассказали про этот процесс. А как быть, когда человек… Вообще у вас огромный пасторский опыт. Расскажите, пожалуйста, у вас были такие примеры, когда вы видели человека, который совершил большой проступок. И этот проступок был очень сильно этим человеком как-то осмыслен, он очень долго об этом думал, переживал. И этот человек как-то в последующей своей жизни смог чего-то даже преуспеть в чем-то, достичь каких-то изменений. Такие бывают перерождения? И как часто это встречается? И вообще возможно ли это? некоторые отходят от пьянства, от аркомании, от греха, блуда. Отходят от этого. Ну, классический пример Марьегипетской, тут никуда не денешься. Это уж так изменилось, конечно. Поэтому, когда некоторые говорят, ссылаясь на нее, я говорю, конечно, если так с полтора хлеба мы пойдете в пустыне, то, пожалуй, можно. Или как у нас теперь говорят, какая разница, в чем я хожу, брюхо или там в чем-то. Если как можешь, как Марьегипетская ходить там в пустыне, или как Василий Блаженный по морозу там, ну, тогда, пожалуй, это можно. Все дело в том, что внутреннее состояние знает один Бог. Но есть такие люди, которые, значит, оставляли свою жизнь такой вот, и начинали вести жизнь другую, но, правда, может быть, не уж так уж в полноте, потому что, как сразу сказать, да и не сразу к Марьегипетской, она 48 лет была в пустыне все-таки. Слог-то довольно продолжительный. И один раз причастилась в конце. Самое главное, что она причастилась в первый раз, когда пошла, она уже покаялась. Господь дал ей через причастие силы совершить вот этот подвиг свой. А дальше она уже как-то подобилась. Батюшка, каким серьезным физическим, может быть, духовным недугом может привести такое непрощение обид человека? Непрощение обиды это привлечение на себя из-за своей грехи соответствующего прещения. Я читал такой пример, когда в одном месте там что-то кладбище переносили как-то, что-то перезахоронили. И оказалось тело не разложившееся. Кто такой вспоминает, вспомнишь, оказывается, человек маму обидел. Да, маму обидел. Это известный такой пример, да. Она не могла умереть, пока она не простила его. Она простила, он тут же рассыпался. Непрощение родителей страшный грех, между прочим. У нас сейчас очень это легко, это тяжкий грех. Бывает так, что в юности, батюшка, мы иначе относимся к родителям, тем более легкомысленно, особенно школьный период и послешкольный период. А когда родители уже приходят в более преклонный возраст, когда начинаешь уже их ценить, по-другому относиться, возможно ли за вот этот вот период все-таки получить какое-то прощение и своим отношением к ним как-то человеку, ну, по крайней мере, как-то ситуацию исправить? Нет, я думаю, конечно, возможно. А если невозможно, то для чего что-то так все это... Нет, как раз и нужно как раз исправлять. И тем более, что самые печальные последствия такого вот родителя Мане начинают проявляться в детях. Там еще ожидает такая же картина, но если они тоже опять не покаются. Вообще, непочитание старших это беда. Я никогда не задумывался, она воспитан оказывается. Как это ни странно, то гипотезы, которую долгое время предупреждали в школах, которые, скажи, свое родословно видите, от обезьяны. Согласно этой гипотезе, чем дальше вглубь предков, тем глупее. А там вообще, так сказать, скотина. То есть на подсознательном уровне школьник впитывался? Совершенно верно. Один человек приводил своего друга, который хотел, чтобы его дочь окрестила. Давно было, что ли? Я говорю, вы-то, я, говорит, материалист, непонятно, почему. Спрашиваю его друга, что же он? Он говорит, не может справиться с дочерью. Понятно. Вот я и понял, что по его философии он недавно с дерева слез. И чего он будет слушаться? Он очень недоразвитый. Кстати, с точностью наоборот, как и есть, говорит Николай Велимирович. Он говорит, первые люди немного знали, но все понимали. Потом знали знать больше, понимать меньше. В конце многое знать, но ничего не понимать. Это, видимо, и так есть. Очень применимо к нашей жизни. Да, да, да. Батюшка, как быть, когда человек начинает использовать чувство вины по отношению к другому человеку в каких-то своих целях, когда он начинает манипулировать этим чувством вины? Вот вы тут уже дали ответ на ваш вопрос. Что человек делает, как говорит Святой Николай Велимирович, кстати, в своей такой замечательной книге Царев Завет, он говорит, все действия по произволению, с какой целью. Есть, говорит, как один говорил духовный отец своим чадом, иногда нужно, говорит, смеяться и погордиться. Не потому, что гордиться, а он говорит, выдержит, это в воспитательном смысле. Ну, в воспитательном смысле это нужно, бывает. внутреннее отношение, а внешнее-то это может быть одно отношение. Вообще, конечно, вот, с детства нужно закладывать. Недавно сказал моя дочь, а у нее девять человек, вот, как вдруг ее младший сын, когда он разгневается, говорит, я тебя не люблю, и не твой сын. Даже так. А ему три года сегодня. Она говорит, я тебя люблю, я твоя мама. Ну, ходит, ходит, потом ему становится стыдно, значит, просит прощения. Любовью можно. Это, как сказал мне с Херксмэн Серафим, такой киренник, он, когда отец митрополит Нестор был. Он сказал, старайся, чтобы дети тебя любили, ты все можешь с ними сделать. Вот эта любовь, это именно то чувство, которое нужно, если особенно Господь его дает, если его нет в таком мире, то просить, а если дает, то его растить. Поэтому один подвижник Афонский сказал, запомни, грядут времена, только любовь спасет нас. Учись растить в себе любовь. Сознанный грех хуже смерти, только она жизнь. Мы пропадем, без любви пропадем. Нужно помнить, для есть чистота, есть, к несчастью, нечистота. И поэтому сказано, призрак сердечной чистоты – это не вид грехи других. Бог – чистейший дух. Поэтому сказано, блажение чистей сердцем, я говорю, и Бога узнает. Человек не может увидеть Бога и образ Божий в другом человеке, если он будет иметь нечистые сердца. Почему подвиг в психопреподобном заключался в очищении сердца от страсти. Если око твое светлое – тело будет светлое. Если лукаво – тело твое темно будет. Поэтому вопрос чистоты очень насущный. Почему и запрещено даже на исповеди, подробно говорить о всякой нечистоте, особенно плотской, что она пачкает душу. Даже когда рассказывают своему духовнику – это не нужно. Ни в коем случае не нужно воображать то, о чем говорится. Это уже начинает входить в сознание, в чувство. Человек пачкается. Поэтому вот именно и грех, как скверно, своя ли, чужая ли, ее в себе не нужно таскать. Есть такое извлечение, когда мы молимся других, то мы как бы елей носим в своих руках. И хоть он и протекает, но руки все-таки в елее. Простите, мы возим грязь в своих руках, поэтому мы все равно пачкаемся в ней. У тебя не чужая грязь. Поэтому Пимен Великий, он говорил, «Есть братца грешающего, не верить глазам твоим». То есть смысл есть в том, что всякое нужно, все нечистое нужно отбрасывать. И тем более не вспоминать. Почему так называемая гласность, которая у нас теперь, она часто вот это все вверх, и считается это познание жизни. Никакое-то не познание жизни, а как раз познание-то того, что не есть жизнь. Это же в том-то и дело, что познание получается вот этого, а познание истины, чистоты этой почти нет. Михаил Юрьевич Лермонтов блестячно писал. «Печально я гляжу на наше поколение, и в грядущее или пусто, или темно. А между тем, под бремием познания, только чего, и сомнение в бездействии состарится». Познание, к несчастью, у нас все познают. Ракоту, курение, всякое, бутничное, все. А сомневаются в истинных. Вы знаете, мы с вами в прошлый раз, когда говорили о семье, ничего не сказали, как раз вот вы стали перечислять какие-то грехи, однополые братья. Да, вот это как раз, кстати, один из примеров, понимаете, Содома Гоморра. Во-первых, ну, будут вещи называть своими именами. К несчастью, смысл многих вещей, он утерян, как сказал Сергей Николаевич, сущность. Сущность. А за основу жизни протекающей берет процесс. Какой чревоугодие? Это процесс. Что-то испытывает. А, вот это попробуй, вот это попробуй, вот это попробуй. Ну, что дальше? Господи, афедероном все исходит. Что такое... Значит, ну, естественно, скажем, брак. Это он дан для продолжения жизни. И влечение это заложено. Заложено Богом. Именно для этого. Если бы его не заложено, люди бы перестали. Но, к несчастью, вот именно влечение-то не для того, чтобы произошел процесс. А процесс, когда начинается, это то, что было в Ветхом Всевышнете Богом грозно наказано умиршление Анана. Анана. Ну, был процесс. Процесс, а не продолжение рода. Скотоложество – это тоже. Мужеложество – это тоже. То есть процесс без смысла, без сущности. И, собственно говоря, была дружба. Всегда. Она есть. Дружба мужчинами, друзья, друг. Господь говорил, други мои. Это дружество. Други, дружище между женщинами. Но никогда Исаия эти отношения назывались семьей. Этот термин сюда не подходит. И однополыми союзами. Поэтому всякие эти извращения, которые сейчас стали узаконить, ну, это Исаий пророк сказал. Горе, когда будут называть зло добром, а добро злом, чему? Светом, а смерть твою. Горькое и сладкое, сладкое и горьким. Интересное. Последователь какая? Сначала зло добром начинает, то есть пытается уравнивать, поравнивать, а потом добро злом. То есть кто уже не согласен с тем, всегательство на свободу. Свобода, кто-то сказал, есть право на неравенство. Отец Валериан, благодарим вас от лица портала Православия.ру, от лица наших зрителей и читателей за эту удивительную беседу, за эту возможность задать вам вопросы, пообщаться, встретиться и надеемся, что эта встреча будет не последней. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»